Привет, сейчас мы будем делать пакет Tracer 6433. Сначала скачиваем инструкцию в PDF формате, ждем пока загрузится ссылка. Можно пока что скачать ПК файл. Загружается, ждем. Видимо он большой. Вот он открылся, сохраняем его на компьютер. И открываем с помощью Adobe Acrobat принтера. Здесь у нас есть вопросы и поля для ответов. Обязательно отвечайте на вопросы, сохраняйте после этого PDF файл и отправляйте вместе с ПК файлом, который мы скачали и запускаем с помощью пакет Tracer. Опять же нужно подождать пока он загрузится. Вот он у нас открылся. Нужно ввести имя, email, дополнительную информацию, подтверждаем, подтверждаем. Откроем инструкцию эту, закреплю ее для себя наверху, мне так удобнее, чтобы она не сворачивалась каждый раз. И будем настраивать. В этом задании нам нужно настроить два маршрутизатора, а именно их порты. Начнем. Первым делом нас просят отобразить информацию об этих портах. Для этого заходим в R1, CLI, подтверждаем. Нас просят пароль. Нам здесь написано, что пароль консоли CISCO. Вводим CISCO. Нажимаем Enter. Теперь вводим Enable для доступа в принтерированный режим. И здесь у нас пароль класс. Ой, enable, Enter. Все, теперь пароль класс. Дальше. Нам нужно вообще вывести информацию обо всех интерфейсах. Для этого show IP interface brief. Вот мы видим здесь все интерфейсы и короткую справку по ним. Например, IP адреса, работают они или нет и так далее. Теперь нас просят конкретно по серийному порту для этого. Вводим show IP interface и название интерфейса. В нашем случае S000. Все, мы видим информацию об этом интерфейсе. Читайте ее и отвечайте на вопросы. Здесь поэтому вопросы и отвечайте в PDF файле. Все, идем дальше. Здесь нас просят информацию об следующем интерфейсе. Гигабит Ethernet 0.0. G.0.0. Вот опять наша информация. Здесь написано, что он не настроен. Поэтому нам нужно его настроить. Так, поехали. Начнем интерфейс. Начнем интерфейс. Перейдем в настройку терминала. Configure Terminal. Здесь интерфейс. Настраиваем все интерфейсы по порядку. Вот у нас есть таблица. Просто все настроим. Интерфейс G.0.0. G.0.0. Здесь IP-адрес. Копируем. Кнопочкой поиск вставляем. И маску под сети. Кнопочкой поиск вставляем. Подтверждаем. Теперь нам не понял. Все. Ввели команду. Теперь нужно прописать NoShunDown. Все. Наш интерфейс включен. И IP на нем настроен. Вот мы, кстати, можем видеть, что у нас здесь теперь идет не красные треугольнички, а зеленые. Дальше. Следующий интерфейс. Интерфейс можно вводить сразу, не выходя в режим конфигурации. Интерфейс G.0.1. Подтверждаем. Здесь I5 IP-адрес. Копируем IP. Paste. Копируем MAC-адрес. NoShunDown. Все. Теперь этот интерфейс у нас тоже настроен. И мы тоже видим зеленые треугольнички. Дальше. Теперь серийный. интерфейс S.0.0.0.0. IP-адрес. Копируем IP. Вставляем. Копируем маску под сети. Вставляем. Подтверждаем. И опять же NoShunDown. Все. Первый коммутатор мы полностью настроили. Теперь можно сразу выйти сюда и прописать copy run start, чтобы потом заново сюда не заходить. Все. Мы скопировали конфигурацию в nv-run. Где нам? Вот нам тут это где-то говорили сделать. Вот. Копировать конфигурацию. Я сразу скопировал после настройки. Теперь также нам нужно настроить абсолютно так же строй коммутатор. cisco enable class conf.team interface g.0.0. IP-адрес. И также копируем адреса. И их маски под сети. NoShunDown обязательно. Следующий интерфейс g.0.1. IP-адрес. Копируем. Вставляем. Кнопочкой paste. И маску под сети после этого. И также NoShunDown. И остался у нас последний интерфейс. Интерфейс. Serial.0.0.0. Также копируем IP-адреса и маски. Все. И также включаем интерфейс. Все. Смотрим, что у нас выполнено на 51.54. Сейчас выйдем. И скопируем конфигурацию. Copy. Run. Start. Все. Теперь у нас 54 из 54. Это почти все. Нам осталось только пропинговать в устройство. Заходим на PC-1, например. Desktop. Командная строка. Ping. И, например, PC-4 пропингуем. Ждем, пока пройдет пинг. Первые несколько пакетов он может потерять. Вот, первый он потерял. А все остальные успешно пропинговались. Это значит, что мы все настроили абсолютно правильно. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok